Так, друзья, давайте смотреть наши покупки из Самбири с Мирычем. Значит, мы взяли вот такое вот молоко, простоквашино. Дамир говорит, оно очень вкусно. Ему бабушка его когда-то покупала. Вот, ему оно очень понравилось. В общем, порекомендовал, говорит, давай возьмем простоквашино. Туалетную бумагу взяли. Взяли вот такие вот восточные сладости, написано. Съешь меня, как в Алисестрине чудес. Значит, написано, что это восточные какие-то сладости было. И шарики ванильные. Вот такая вот вещь. Взяли с самую обычную туалетную бумагу. Это у нас фирма Эта. Дальше взяли вот такой вот пончик клубничный. Два мороженая с шоколадный пломбир и брауни. Взяли три постилки. Барбарис, яблоко и яблокогруша. Взяли два вот таких кирпичика. Вы знаете, они очень вкусные. Стоят всего 18 рублей в Самбири. На них не заслужено. Не обращают внимания молодое поколение. В основном их берут только пожилые люди. Этот хлебушек. Вот. Молодые люди берут более козырный хлеб. Но вот этот очень вкусный. В нем прекрасно все. Он хрустященький. У него очень вкусная мякушка, корочка. У него невероятный аромат. Уже задрал. В находке покупаешь хлеб. Я не буду говорить за другие города. Но во многих магазинах этот хлеб воняет дрожжами. Это говорит о том, что либо переборщили с дрожжами, либо в хлебе наблюдается картофельная палочка. Запах омерзительный. И бывает даже из пекарни прямо издается вот такой вот запах, аромат вокруг. Это ужасно. Взяли вот такой вот барни. Значит, это наши покупки из алкомаркета и из этого самого. Как он называется? Боже. И из самбири. В общем, в алкомаркете мы взяли вот такой вот барни. Взяли вот такой вот манго маракуя. Сильно газированный, добрый. Взяли, значит, фиты. Вот таких две пачки, по-моему, я взяла в этом самом. Да. В алкомаркете. И зачем-то взяла еще одну пачку в самбири. Ну, думаю, типа, ну, ладно, значит, в другой раз не буду брать. Что-то переборщила. Вот, знаешь, не буду в следующий раз брать. Взяла вот такую вот штуку. Я такой никогда не ела. Это какой-то кимпаб морской. Я не знаю, что это. Это очень напоминает роллы. Но я не знаю, что это. То есть, я взяла их два. Я очень надеюсь, что это вкусно. Я их порежу. Так я есть не буду. Так, дальше. Русский дар. Вот такой вот дикая тайга. Такой вот напиток. Мы, кстати, брали русский дар вчера. Тархун очень был вкусный. Очень вкусный. Балтика вот такая вот безалкогольная, светлая. Мама-лама. Взяли две мамы-ламы. Одну с ананасом. Вторая мама-лама с манго. Вот манго. Взяла... Хотела взять нафтезин, но мне дали... А, нафтезин. Написано нафазолин. Я испугалась, потому что было написано... Вот. Нафазолин. Думаю, что за капля. Что такое? Я хотела нафтезин. Меня удивило, что он стоит 25 рублей всего. Потому что в некоторых аптеках мне пытались его за 90 втюхивать. Мне это вообще не устраивает. Когда ты берешь нафтезин один и один анальгин, тебе говорят 200 рублей. Чего, блядь? Я беру абсолютно то же самое. Ну, где-то, я не знаю, за рублей 50, наверное. В здравоаптеке. И вы мне вот это продаете за две. Да пошли вы в задницу. Ну, иногда бывает нет выбора. Вот. Значит, наггетсы вот такие вот с сыром Петруха. Взяли вот такую вот Кока-Колку. Эту, Фанту. Фанта, Фанта, ты чья? Сделано в Китае. Такая вот китайская Фанта. Китай рядом. Так как теперь, так как теперь в России нет, во всяком случае, у нас здесь нет того самого сырья, из которого изготавливали вот эти вот все напитки. Кола, Фанта, Севенап и так далее. Поэтому теперь у нас есть Добрый, Кола. Вот здесь у нас, да, типа Манга Маракуя. То есть, ну, под Фанточку подделываемся, да. Есть типа Севенапа тоже от Добрый. Там Лимон Лайм тоже типа Севенапа. И есть у нас еще китайский друг, от которого у нас и Фанта, и Спрайт. Спрайт в следующий раз возьмем. У Колы уже брали, очень вкусно. Вчера смотрели с Дамиром маму, мамку Островчанку. Она рассказывала, что пила Спрайт. Пила Спрайт, она тоже китайский. Вот мы в следующий раз возьмем. Это Фанта, мамка Островчанка, она во Владивостоке, я так понимаю, живет. Значит, говорит сильно сладкий, гораздо слаще, чем вот наш, скажем так, да. Но все равно будем брать, будем обязательно пробовать. Зашли, значит, там же где-то толкомаркет. Из него выходишь, там такое вот много торговых таких продуктовых рядов. Мы там взяли сосиску в тесте, значит. Мы с Дамиром выяснили, что мы кто, что хотим скушать. Значит, взяла вот такую сосиску в тесте. У меня стоит 80 рублей. Мне продавщица говорит, у нас есть маленькие по 35. Я говорю, в смысле, меньше, чем эти. Это и так, по-моему, небольшая, да. Как это маленькие? Ну, то есть, я говорю, не надо мне маленькую, давайте вот эту. Я не поняла просто юмора. Как это маленькая сосиска в тесте? Как это? То есть, половину сосиски положили, в два раза меньше. Я не понимаю, короче, я сказала, не надо мне. Это такая вот лодочка с курицей. Здесь у нас лепешка с сыром и булочка с сыром. И она, я как бы там, спасибо большое, там все такое. Она так по-хамски мне отвечала, прикладывайте, ну, вот карту к терминалу, да. И вот тоже очень она грубо мне отвечала, например. То есть, я там, спасибо, там все такое. Она так смотрела, как-то и даже, ну, ничего не ответила. И так стало неприятно. Типа, фу. Фу. Я тоже была обслуживающим персоналом, я была продавцом в разных магазинах. Я работала кассиром, я работала парикмахером. Я тоже часто работала с людьми, но я всегда им улыбалась, всегда была доброжелательной. И свое настроение плохое, личные проблемы на клиентов не переносила. Чего и вам желаю, друзья мои. Целую, люблю, бывает. И до новых встреч, и до новых видов. Субтитры сделал DimaTorzok